Музыка Вот так я буду мотаться. Смотрите, сегодня я в пользу для совершил первую в своей жизни кражу. Я украл вот эту бумажку, не согласовав, прямо в магазине. Вот. И продолжит разговор здесь. Почему? Я вам сейчас расскажу об очередной истории. Их много у меня. Я вам не рассказал, их сейчас сотни. И иногда всплывает память, иногда нет. Вот. Когда я увидел здесь фамилию Бельтяевский, я сразу вспомнил, как было дело. Лет 5-6 назад из крупнейшего российского питомника к нам приехал человек, представил себе, имя уже не помню, но сказал, что он инженер. Вот я запомнил инженер. Должность это или звание. Вот. Какое отношение инженера имеет с удовольствием, не знаю. Но я и сам инженер, наверное, имеется. Вот. И он купил у меня 100 членков. Вот. Вот. Вспоминаем, раскручиваем название мной лично. Правильно. Королевский, Бай-Левицкий, Серафим. Вот. Вот. Которые те Артем и Мур, которые те были у меня на слуху и купил у меня их 100 штук. Дальше по моей наводке он отправился еще к нескольким садоводам. Я почему запомнил, памяти нет, но 5000 рублей по 50 за черенок для меня были хорошие деньги. Вот. Потом он отправился по моей наводке к Бельтяевскому и еще к одному-двум самым крутым садоводам. Вот. Прошло время. И... А размножение идет быстро. Я с одного черенка могу за 5 лет сделать несколько сотен. Вот, видимо, такое произошло. Дело в том, что тут, вот так вот быстро показано, на той стороне, логотип, который, надеюсь, вы не успели прочитать. Там рисуночек такой, цветочек и название фирмы. Вот. Зачем нам это надо? Похвалить ее. Посмотрите, 5-6 лет и раскручено все. Так раскручено, что уже размножено, что уже начали торговать. Вот. Ну, конечно, не знаю, обидно ли нет хозяям этого питомника, который я все-таки не называю. У меня с ними связывают очень сложные отношения. Вот. Я решил их не подставлять. То, что черенки мертвые вы видели, они не виноваты. Вы видели женщину, которая подошла, может, с любопытством, может, правда, хотела купить черенок. То есть, саженец. Так. И могла купить. Почему? Потому что она смотрит в упор и не видит. Корни... Ой, я не все показал. Там были корни, замотанный полиэтилен. Вот. И нет вот такой вот культуры, понятия, что саженец, не политый в земле, может месяцами существовать, не умирать и даже развиваться. А в горшке мгновенно высыхает. Ой, как быстро. Я это уважал почву, которая, видимо, из горизонтальной связи, горизонтальный перенос влаги. Это я сам для себя так назвал. Надеюсь, вам понятно. Горизонтальный перенос влаги. Вот. Если где-то дерево высушивает влагу с помощью корней, то она тут же со всех сторон подступает снова. Выравнивание происходит. А в горшке этого нет. Я заметил, в одном из фильмов показал. В горшках все сухо, а вокруг все мокро. То есть, в горшках высыхает, несмотря на то, что там нищие есть отверстия. Вот. Разница огромная. А здесь еще и такие, знаете, похожие на культю. Небольшое количество корней. Кто бы мне дал. Вот они мертвые, мне бы их отдали, я бы их разрезал, я бы пораскритиковал. Вот. И я сейчас подхожу к главному, не удивляйтесь. Итак, еще раз смотрим. Почему я об этом говорю. Бельтяевский – это суперсадовод. Вот. Если вы помните, я его упоминал не раз, и не два, и не три. Но реже других действующих. Потому что действующие чаще всего встречают на рынке, и от них идет информация. Чаще встречаешься, что-то они больше знают. А Бельтяевский прекратил эту деятельность. А в свое время он вырубил огромное количество абрикосов. Вот так же, как в прошлом фильме, я рассказывал, Сергей собирался вырубать. И мы сейчас с вами пойдем кое-что уничтожать в этом питомнике. Ценно. Это я вас интригую. Будем ходить вместе. У меня будет рукоксикатор, и я буду... Хорошо, не топор. Я буду их уничтожать. Ценнейшие вещи. Которые все-таки не пришли с ко двору. А вот, что касается Бельтяевского. Вот, а, не туда иду. Вот смотрите. Помните, в фильме я рассказывал, до чего живучие абрикосы. Вот сейчас я вам и покажу, до чего живучие. Казалось бы, страшнее ран быть не может. Вот этот абрикос уже лет 10, как должен быть мертвым. Внимательно смотрим. Вот эти раны появились в 2001 году. В 2001 еще на 40 градусная, страшная за все годы зима. Вот он так выглядит. Выше еще лучше, посмотрите. Видели? Вот. Но он живой. В этом году даже цвел. Но не повезло, попал под заморозок. Вот. Казалось бы, что особенного. А я вам скажу вот что особенно. Он, в отличие от большинства своих собратьев, большинства собратьев из этого, из Дальнего Востока. Там особый климат. Там свои особенности. А мои европейцы вот они, смотрите. Бельтяевский. Почему? Я сейчас буду его хвалить и Бельтяевского, и вот этот сорт. Вот. Он вроде мертвый, а он живой. Столько пережить, да? Вот. Посмотрите, сколько пережил мертвый, но живой. Ой, мертвый. Полумертвый, но живой королевский. 32 года. И в прошлом году сколько он дал. Помните, сейчас здесь прошли грабли. Прошли, да? Я в этом месте вам показывал. Тысячи косты сикон. Еще сейчас видно. Хотя тут грабли прошли. Вот это урожай был такой. Это вот с него. Инвалид глубокий. Но эти глубокие инвалиды поражают своей мощью. Европеец, европеец, Франция. В дар небес. Видите? Это родина у него. Я вам потом покажу. Его потомство, питомники. Его родина Европа. Так. Там снова королевский. И там дальше Жердель. Так. Еще Мелитопольский. И европейцы на этом кончаются. Почему я на этом зацикливаюсь? Вот. Но зацепила меня, конечно, фамилия. На Ирлычке, на торговом. Фамилия Брогова. Вильтельского. Вот это Мелитопольский. Мелитопольский я привез. Королевский. С Украины. Королевский я раздобыл. Дар небес мне прислали. С Волги забыл кто. Вот. Вот. Так. И. Жердель я привез в Европейскую область. Так. Вот все европейцы. Больше европейцев нет. Вот. А теперь возвращаюсь. Для чего? К. Бельтяевский. А ведь это не сорт Бельтяевский. Это один из сортов. Опытной станции в городе Орле. Это крупнейшая. Это выдающая станция, я считаю. Он туда поехал, привез всем сортов. Один из них вот он. Их было у меня больше. Ну. Сами знаете. Пожары они ничего не щадят. Вот. И двуногие эти самые животные тоже ничего не щадят. В таком мире мы живем. Так. И вот. Снова Бельтяевский. Значит. Раз. Раздобыли у Бельтяевского. Как я понимаю. Назвали Бельтяевского. Учитывая, что он до сих пор жив. Он был. Место неудачное посажено. Видите. Здесь. Полутень. Яблоня, которое его задавило. Он не зря же отклонился от яблони. Пытается от нее. Неуютно, но жив. То есть он относится к выдающимся сортам. Для Сибири. Европейский Сибирь редкость. Итак. Дальний Восток чувствует себя великолепно. Стали хозяевами. А сейчас самое главное. Что это. Заметили вы или не заметили. Ради чего все это. Вы видели, что слово это. А где же мой горлычок. Вот. На что он привит. Ладно. Видели. Вот. Или еще раз показать. Потому что это. Ради этого все и затевал. И поездку в магазин. И этот разговор. И конечно. Чтобы отдать должное Бельтяевскому. Но я на примере нашего садовода. Который отношу. Плеяде выдающегося. Которое здесь построило. Царство садовое. Я его называю одним из основателей. Вот видите. Я стараюсь. Чтобы вы не видели. Этот самый логотип. А вы видели. Вот смотрите. Абрикос. Средне-ранний. Бельтяевский. Подвой Бесея. Как может подвой подвести тысячи, десятки, сотни тысяч садоводов. При условии, что саженец еще живой. А не то, что мы видели эту дрянь. Так. Вот. И мы видели. Что там есть надпись. Прилит на Бесею. Давайте сравнивать. Вот. Дело в том, что эти саженцы. До взрослой поры практически не доживают. Или чуть-чуть по плодоносию умирают. Вот. Сейчас я вам приведу яркий пример. Я из-за этого еще один фильм решил создать. Вот. Там пойдет уже тема посерьезнее. Это про сырые регионы поговорим. Ну, смотрите сюда. Вот. Кстати, видите, как посажен. А гния ни к корневой шейке речи быть не может. Да, старик. Да, где-то 33 года. Видите, вещь мхом покрыт. Кстати, только идиот. Не тот, кто начал бы сдирать это все. А тот, кто советует вот это вот сдирать. Только он мог бы взять сейчас какой-нибудь. Сетку по металлу начать скрести. В таких случаях я говорю, оставьте деревья в покое. Жив курик. Жив. Теперь, весь изувечен, но его ломали урожаи. Страшно ломали, видите. Но я сейчас не об этом. Представим себе масштаб. Это манжирский абрикос. Он уже гибридный. То есть, он уже полукультурный. Вот. Смотрим сюда. Вот это вот небесея, но дерево среднее небесея. Видите? Это степная вишня. Посмотрите, какой у них штамп у нее. Видите? Откликайте внимательно. Так. А теперь представим себе, что вот на этом два с половиной метра кустарники, а бисея и степная вишня это, ну, не с тех, что родственники, я понятия не имею, а их происхождение. Но внешне они одинаковые. Внешне я имею ввиду строение скелета. Представим себе, что вот на это вот чахлое создание прививается вот такое вот создание. Представили? И что ждет в этом случае саженцы? Вот. И горе для абрикосов, страшное горе для сотен тысяч саженцев, что погибших, умирающих мученической смертью, что их прививает на вот этот кустарник. Поняли? А что происходит потом? А то происходит следующее. Они умирают так быстро, так рано, в течение первых лет, что полностью дискредитируется имя, фамилия человека, волшебника, который или создал этот сорт, или причастен к нему, как Бельтяевский, к этому неизвестному мне сорту. Поняли? Страшная вещь, дискредитация. Я в этом тоже причастен. Я много рассказывал о Бельтяевском, я сейчас найду его фотографию. Вот. Чудо-садовод. Были причины, по которым он перестал заниматься этим. Серьезные, бытовые. Вот. А перед этим был Байкал. Вот. И вот тоже. Имя было дискредитировано. Очень сильно. Уже когда я получал письма, получал их много, сейчас это все затихло. И сменилось поколение. Ой, что вы врете? Ой, что вы нам в голову морозите? А я выписал, я выписал, я посадил, я купил, я купила. Это саженцы Байкалова, а никакие они не морозостойкие. То есть покупают рыночную дрянь. И хотя в данном случае речь идет о крупнейшем питомнике, вот. Я это тоже называю рыночной дрянью. Прививка абрикоса на бисею. Вот. И покупают эту рыночную дрянь. Еще есть несколько приемов, чтобы их ускорить смерть. Вот. Садят. Они из-за биологической несовместимости расторгаются, отламываются, гниют. То есть это выше прививки. Сохнут, гниют. И все. Все. Имя великого садовода опорочено. Вот. Приходит и моя пора. Сейчас я должен сказать следующее. Это очень для меня важно. Вот. Есть приприимчивые люди. Вот. Недавно я вступил в переписку с Полянским. Дальний Восток. Вот. Он сам мне написал, сам признался. Его электронный адрес. Вряд ли это кто-то под него подстроился. Хотя бывали. У меня уже есть собственный сумасшедший. А это говорит о моем величии. Знаете, когда появляется сумасшедший под чью-то фамилию. Наполеон, Кутузов, Ленин, Сталин. Это говорит о величии человека. У меня теперь тоже есть свой сумасшедший. Вот. Я его назвал Лжа Железов. Так вот этот товарищ, о котором я сейчас говорю, Полянский Володя, он признался, а я вначале не знал. Как-то, знаете, вот он сайт, да? Вот школа Бродского Железова. Вот продажа саженцев. Вот. Дорогих, очень дорогих. Так. Несколько минут назад я отстаивал имя, показывая, что я неравнодушен своего друга. Своего друга Бельтяевского Адольфа Александровича. Вот. Несколько минут назад я отставил имя спокойного водоисточного садовода Байкалова. Я прошу вас, далевосточные друзья, Владивостокцы, Владивосточцы, пожалуйста, найдите эту школу. Раз продают саженцы, значит, где-то найдете. Вот. Пусть Полянский Владимир признался, что это его школа. Саженцы, где, чьи. Ведь, когда, если это действительно вагоны или фуры идут, пришли со Средней Азии, и вы их раскупили. Вот. Это страшный удар по престижу. Но я-то ладно. Но мы сейчас имеем дело с уже полуживым, я уж не боюсь этого слова, полуживым, неживым, броским, к которому пойдут письма в учет вот это, нам мозги подрили про морозостойки, у нас все погибло. И вы знаете, я такие письма получал крайне редко, два-три в год. Но каждый раз прыгало давление, каждый раз валидол, каждый раз, иногда я даже ложился. Мне всегда было каждое письмо такое, обидно было, страшно. Поняли? Я вас умоляю, друзья, в Тальнеостовске. Узнайте, чем торгуют школы. Это так легко. Есть продажные саженцы? Покажите питомник, покажите маточный сад. Допустим, его оговаривают. Не я, нет. Его же земляки. Что это все туфта, что это все мертворожденное Средней Азии. Я же ему помогу восстановить честное имя. Я сейчас ничего не утверждаю, я просто хочу знать правду. То, что случилось с Байкалом, это удар страшнейший по его репутации. Потому что не имеем ни малейшего понятия, они вот видели это самое. Вот, допустим, стояли они в тележке, да, саженцы, что мы видели с вами в этом магазине, да, они мертвые, сто процентов. А, допустим, они были полумертвые. Допустим, еще трудно было, не все же могут определить. Вот. И, наверное, как их там покупали. Кстати, они были там не дешевые, только я опять память подпоминаю, я забыл, какие там цифры стояли. Вот. И получается так, что помогайте. Помогайте. Нам очень сложно, нам. Вот. очень сложно отстоять, что, естественно, имя в каких-то случаях. Вот это примерно та же, как мы еще об этом тоже вернемся к этому разговору. Вот. Это, знаете, как вот питомник, да, видите, склон, градусов 10, да. А вам хорошо, говорят. Конечно, вы хитрые, чуть ли не подлые, как же, у вас же склон. Поняли? А у меня все гибнет. А я вам что, это самое, серный склон предлагал посадить. Вот. Я вместо вас выбирал. Ну, разве можно так рассуждать, что я такой сякой, у меня склон, а значит, у меня лучше себя чувствуют деревья. Ну, подумайте сами. Вот там юг. Сейчас после обеда солнце же... Ух ты, чуть ли не в зените. Почти как в Африке. Ой, я не знал, что он так высоко. А тут градуса 80. Да, я не знал, что мы возле этого. Живя на юге Сибири, почти в экваторе. В экваторе 90. Ладно, отклонился. Вот. И вот получается, очень важно убрать те причины, которые помогают, способствуют короткой жизни или гибели деревьев. Все вам рассказал. Мы с вами ездили, вспоминайте, в степь Чернобаевую. Да, продуваемая степь, но стоило загородиться. Стоило сделать так называемую, случайно-неслучайно у него получилось, тепловую подушку. И вот там, за пределами этого ограды воет ветер, а здесь тишина и абрикосы. Да какие? Вот, да персики неукрывные. Покрывал на первые годы, потом махнул рукой. Уже нет сил, не здоровья. Перестал укрывать, и они перестали замерзать. Вот так вот. Кстати, речь о моих персиках. Уточняю с гордостью. Вот. Мы были в майне Ужестовских. Берет и реки, черта можно вырастить. Но там же и влажность-то какая. Вы понимаете, что вот забор, а за забором можно сразу встать на забор и прыгнуть в воду. Ну, как с трамплина, если ты хочешь нырнуть. Вот. Шагу лишнего не надо делать. Вот. Мы были возначены у Тотарова. Вспоминайте фильмы. Вот. Вспоминайте, как мы были это самое, у Филиппи высоко в горах. Везде разный климат. И вот, что интересно, в Айдай, мы уже туда не поедем, как говорится, учитывая мой, в кавычках, преклонный возраст. Мы, допустим, представим себе, вот такие сопки, они как бы такие сопки, изрезанные этими ручьями, ручьяками, и со всех четырех сторон вокруг этой сопки живут люди. дачные дома. Многие уже даже не дачные. И деревья избирательные живут. То есть садят все подряд. То тоже не отнимешь. Что хотели, то посадили. Вот. А потом происходит избирательное. Одни чувствуют себя прекрасно, а другие даже у них погибают. Вот. И садоводство я сейчас делю следующим образом. Я его делю на до и после. Что такое садоводство до? Я как-то в одном фильме показывал фотографию. Последняя из Магиканка, которая принесла на рынок саженцы, выкопанные у себя в саду. Сейчас это никто не делает, потому что люди одураченные. Берут якобы алтайские саженцы, на самом деле всякую дрянь. Все это умирает, но они берут, берут, берут. А местные торговцы исчезли. Ну, кто сейчас станет брать вишни выкопанные из-под вишни, да, груши выкопанные из-под груши, абрикос выкопанные из-под абрикоса. Ну, кто, скажите, да еще не привитые. Вот. А когда этим добром заполонило весь рынок, и люди так же добросовестно тащили их к себе, а это все неубиваемое, все местное, все, это чудо какое-то было, это пусть скромное. Представляете, вишня, волочная, вишня степная, вот что я вам показывал, цветет несколькими минутами раньше, да, показывал. Вот. Полукультурные яблочки, вот, потом эти самые абрикосы, пусть скромненькие, скосчики, они всегда чуть скромнее, как правило, хотя бывают исключения. Поняли? И тогда эти сады ожили, они давали столько людям добра, а сейчас и того нет, рынок пуст, ни одной местной. Уже забыли это, так же, как забыли кулечки с этими, с семенами овощей местных, настолько прекрасных, дающие здоровые, прекрасные, огромные плоды, да какие эти, корнеплоды вернее. Вот. Сейчас ничего этого нет. Так. И вот я сел, потому что тень, потому что на улице 26, опять снег обещают. Вот. Уже не знаю, что и ждать от этого мая. сегодня 23, кажется, я говорил мая. И вот получается, что сама природа выбрала то, что здесь будет расти. И оно росло. Рынок был столько завален теми самыми. У меня друг проявил приправительность. Работа инженера у нас с Савянского времени, вы сами знаете, зарплатчики все равно. У простого инженера, помните, этот анекдот, когда инженер приходит домой, говорит, у меня бандиты поймали, вот, и забрали кошелек. А потом кто-то увидел, что кошелек пуст, с недоумением спросил, вот и кем работаешь? Он говорит, я инженер. Бандиты чуть ли не заплакали, отдали кошелек, еще от себя денег добавили. Вот. Удивленно сказал этот инженер. И вот этот инженер скупал войлочную вишню, а продавали кто ведрами, а кто стаканами. Все подряд не торгуясь, увозил в Канск, а тут, ну, сколько, метров 300, наверное, не смотрел, а точно, на своей жигуленке увозил на рынке и продавал, чтобы выгодно было не ведрами, опять же, полный багажник вишни, а стаканами. Но очередь стояла, и эти стаканы мелькали в воздухе. Там, стакан рубленный, условно. Вот. И привозил солидную пачку денег. Вот это было. Сейчас все это ушло. На рынке есть еще вылочная вишня, но это, никто и не скупает, никто и не перепродает. Да, и объем уже не те. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.